МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Народное Славянское Радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. Сегодня у нас 23 декабря 2015 года среда. По одному из современных календарей, а по одному из старинных. 12-й день месяца белого сияния и покоя мира, 7500-24-го лета, створение мира в Звездном Храме, понедельник. Черток каляды идет, с чем я вас поздравляю. То есть каляда на дворе уже, короче, прошли. Скоро можно уже ходить друг к другу в гости, петь калядки и получать ценные призы и подарки. Путь мастера, так называется, сегодняшний наш эфир. И главный соведущий Чукалов Валерий Александрович. Здравия тебе, Валерий. Здравия. Также она к нам будет подключаться по ходу еще несколько человек. Ну, будут подключаться, будем по ходу и представлять. И первое я хочу представить Ивана. Здравия тебе, Иван. Приветствую. И я предлагаю тебе, поскольку Валерий твой знакомый, о нем немножко рассказать свои впечатления, поделиться с нашими радиослушателями. А нашим радиослушателям я предлагаю войти в чат, зарегистрироваться, если еще не зарегистрированы, и задавать вопросы, общаться с своими друзьями и быть вообще в курсе того, что происходит в живом нашем эфире. Пожалуйста, Иван, давай. Так, еще раз всем здравия. Зовут меня Иван. Уже проводил несколько эфиров на разные темы. И вот, наконец-то пришло время. Пригласил своего старого знакомого друга и учителя, даже не знаю, что ближе и важнее из-за того, что перечислил, Валерий Александрович Чукалов. Познакомился я с ним где-то лет семь назад, причем так при обстоятельствах, ну, шел на семинар, назывался «Алтайский целлитик», пришел, а Валера там давал некоторые ступени по экстрасенсорике, если так уже называть, чтобы проще понимали. Ну, я уж так подумал, что раз уж пришел, значит, надо поизучать это дело. Целый год ходил к нему, занимался, много очень интересных вещей рассказывал, очень скептически относился ко всему, что Валерий рассказывает, потому что очень серьезно отличается от того, что мы читали, где-то слышали, и, ну, от, скажем так, рукописных изданий особенностей. Вот. Ну, на протяжении где-то полутора лет я ходил к нему на занятия, ну, развивался, обучался, вот. И проводил, кстати, некоторые даже проверочки маленькие, потому что у нас же много так называемых экстрасенсов, которые, ну, на самом деле шарлатаны. Ну, пример приведу. Вот то, что у меня тут есть нож, обычный нож, который, ну, купил из дамасской стали. Как-то Валере говорю, ну, Валер, вот смотри, какой нож хороший. Да, говорит, замечательный. Я говорю, Валер, а можешь что-нибудь про него рассказать? Валер так задумался, посмотрел, он говорит, ну, странно, вот вижу там какую-то свинюшку, только хряк у него какой-то белый, не могу понять, в чем дело. А этим ножом как раз до этого, ну, за полгода, наверное, во время тренировок мы отрабатывали удары на рукопашном бое по, скажем так, свинюшке туши. Вот так вот, живодера, можно сказать. И она была уже мертвой, поэтому вот Валер увидел и мертвую свинюшку. Вот. И еще один момент, то, что, получается, информация хранится годами на предметах и на оружие, в частности, тоже такой маленький момент. Вот. В процессе уже Валер уже стал другом семьи, очень много интересного узнал от него. И еще очень важный момент, на который хочу обратить внимание, то, что практически все мы используем для пополнения своей базы знаний, это литературу какую-то, то есть там книги того же славяно-арийский веда, трехлебовый веда и прочие писания, которые написаны. Но они частично, к сожалению, искажены. А у Валеры есть уникальная возможность, в силу своих возможностей, дарованные свыше, непосредственно все, что происходит, и события некоторые даже, которые происходили, видеть их на, ну, не знаю, там, напрямую, скажем так. И когда Валер рассказывает какие-то события, которые немножко отличаются от того, что написано в разных изданиях, тут, конечно, возникает много вопросов, но за годы общения я уже Валерию Александровичу полностью доверяю, он уже не раз помогал нам. И эфир этот назрел, я уже чувствую, несколько лет я его хотел провести, для того, чтобы слушатель мог иметь альтернативную точку зрения, то есть видение человека, который видит, скажем так, хотя бы иметь ее в виду, и чтобы было с чем сопоставить. Ну, я думаю, рассказал достаточно, чтобы Валеру так описать в двух словах. Наверное, стоит ему уже передать слово. В общем, заинтриговал ты всех, понятно, интриган. Ладно, Валерий, пожалуйста, предоставляй тебе микрофон. С чего начнем? О чем будем говорить? Ну, как Иван уже сказал, что он хотел бы, чтобы я рассказал о своем жизненном пути, и также заявлено на радио, что я поделюсь, как говорится, своим жизненным путем, вернее информацией о своем жизненном пути, и заодно люди услышат, какие ошибки не надо совершать. Хотя избежать их очень сложно. Как есть такая поговорка, что дурак учится на своих ошибках, умный учится на ошибках дурака. В данном случае мы будем учиться на ошибках Валерия. Хорошо. Это драгоценнейший опыт, когда человек так вот может раскрыть, сказать, вот не наступая на эти грабли, иначе будет вот такая шишка здесь. А вот на эти наступая, потому что будет шишка вот здесь. И вообще лучше вот эти места вот так обойти. Пожалуйста, представляйте микрофон, делись. Доброй ночи. У нас здесь уже в Сибири ночь. Вот. За окном сугробы блестят. В свете фонарей красиво. Меня зовут Валерий Александрович Щукалов. Духовное имя Шри Йоги Гняна Сагара Кирдхапада. Я мастер йоги универсальный. И хотел бы с вами поделиться некоторыми своими, как говорится, жизненным опытом. Рассказать о себе. Как, с чего все началось. Родился я в большой семье, восьмым по счету. И впервые о йоге я услышал в возрасте пяти лет от собственной мамы. Тогда еще йога не была запрещена. И в журнале здоровья печатались различные, как говорится, асаны, пранаямы. И все это было доступно. Естественно, мама не применила устроить между нами соревнования. Кто круче выполнит асану и так далее. Ну, естественно, все к этому присоединились. Вся семейка. Соревнования были регулярными, систематическими. Ну и по первое время, конечно, никакие способности особых, отличающих от обычных людей нас не появлялось. Но в возрасте где-то восьми лет я вдруг обнаружил у себя такую странность. Однажды встал с кровати, пошел попить воды и обнаружил, что тело-то осталось лежать. Осмотрел себя, вроде что-то похожее на тело есть. Ткнул пальцем, вроде упругое. Ткнул пальцем то, которое лежит, твердое. Сходил, попробовал попить не получилось. Вернулся обратно, думаю, нет, тело надо взять с собой. Лег в него, попробовал проснуться, проснулся, пошел снова что-то не то. И так проделал несколько раз. Мне это стало любопытно. И я начал упорно стараться вызвать то же состояние, которое испытывал вот в тот момент. И стал ходить, попробовал проходить сквозь стены, получилось, великолепно получилось. ощущения были такие, как будто я в теле. Но при этом звуки казались более громкими, цвета более яркими, что днем, что ночью. Ночью при свете луны различал цвета, что в теле сделать практически почти невозможно. все это, конечно, очень интересно и любопытно. Для восьмилетнего пацана это просто, как говорится, самое интересное, что ни на есть увлечение. но вскоре я обнаружил, что оказывается я в этом состоянии могу летать. Сначала летал над деревней, где проживал в этот момент. Сейчас я как раз нахожусь здесь, в этом самом доме, где это все случилось. летал над домом сначала, потом над деревней, летал, как говорится, над старой школой, потом решил, что этого мало, надо слетать еще куда-нибудь. Проблем с возвращением практически не было. Стоило только, как говорится, захотеть проснуться, как я оказывался в своей комнате рядом со своим телом, ложился в него и старался проснуться. Вот. Ну, однажды случилась такая вещь, это мне было уже 9 лет, когда я решил полететь в космос. Тоже очень интересная вещь. Когда летишь среди звезд все так красиво, конечно, звезды выглядят не так, как здесь, они не мерцают, не сияют, выглядят совершенно по-иному. Кому интересно, впоследствии можете обращаться, научу вас выходить из тела, но сразу предупреждаю, есть одно норм. Здоровье это дело не прибавляет. Особенно такие дальние полеты, как я совершил в 9 лет. Вот. Вот это вот первая ошибка в моей жизни, которую я совершил и, собственно говоря, никому не рекомендую совершать. увлекшись полетом в космосе, как говорится, я увеличивал скорость все быстрее и быстрее, пока звезды не слились в полосочки, они стали длинными такими сначала линиями, чертами. Потом сплошной тоннель как протуберанцы, из протуберанцев состоящий тоннель. И у меня началось растворение. Вот это вот тело, в котором я летел, начало растворяться. Пропали все эмоции, потом исчезли все мысли. И наступило такое трудно описуемое словами блаженство. Это блаженство меня настолько захватило, что я уже просто вообще ни о чем и никак не мог ни мыслить, ни желать чего-то, вообще ничего. То есть в принципе я бы остался в этом блаженстве. Но на каком-то этапе вдруг почувствовал беспокойство и пришла мысль, что-то наверное дома случилось, раз беспокойство у меня возникает. Начал свое возвращение. для этого только надо было пожелать вернуться. Я начал возвращение назад. Когда же я вернулся, казалось такая штука интересная. Мои родные и близкие уже полчаса как занимались моей реанимацией, а скорая у нас как правило всегда приезжала. Ну и я думаю, что слава Богу, что так оно было. как правило через полтора два часа приезжала скорая. Все мы знаем, что в то время смерть констатировали не по мозговой деятельности, а по времени отсутствия сердцебиения и если оно составляло более десяти минут, человек признавался трупом вез сыном в морг. По сути дела я трупом был уже полчаса. Ощущение это, надо сказать честно, наинеприятнейшее после возвращения. С чем его сравнить? Да ни с чем не сравнишь. Это безобразное ощущение. Это если приблизительно, условно приблизительно, представьте, что вы попарились в баньке чистенько, помылись, надели на себя лучшей одежды и счастливые и довольные идете и вас вдруг хватают и бросают в выгребную яму. Вот приблизительно такие ощущения от возвращения. Само собой, естественно, возник вопрос, а стоит ли здесь оставаться для девятилетнего пацана этот вопрос решается все в ту сторону, где блаженство. И я совершил вторую такую попытку. Решил снова полететь туда и будь что будет. Все произошло точно так же, как и в в прошлый раз. Точно так же чувство беспокойства, точно так же, как говорится, меня реанимировали, точно так же сестра, которая занималась реанимацией меня любимого, воздев руки к небу, кричала Валера вернись, как и в первый раз. И те же ощущения. Но на этот раз мой взгляд упал на убитое горем лицо моей матери. Я поклялся, что не буду больше совершать этих попыток, пока она жива. Моя мама, слава Богу, еще до сих пор жива, и я пока не совершаю этих попыток. Я всегда верен своему слову. Однако вот эти вот попытки, привели меня к тому, что я начал очень сильно, неимоверно сильно болеть. Вплоть до того, что уже, как говорится, врачи не знали, какой диагноз ставить. Легче было перечислить те болезни, которых у меня не было, чем те, которые появились. Уже к 10 годам я был абсолютно больным, растолтевшим колобком, который ничего физически делать не мог, еле ходил, только читал книги и по ночам летал. По ночам продолжал летать. и однажды дошло до такого состояния, что, как я полагаю, случился со мной приступ аппендицита, родителей дома не было. Была только бабушка, которая в принципе вечно была занята и особо, как говорится, не верила в медицину. Пожаловался и на больной живот. Она дала таблетку левометцитина, которую я благополучно скушал. Дала градусник, меряю температуру. Я меряю температуру 39, 39,5, через 5 минут 40, через 10 минут 41. Дальше у градусника шкалы не хватает. Боль была такая, что я уже начал умирать. Ну, раз уж умирать, так умирать красиво. Насколько мог, вытянул ноги, хотя это сделать было очень сложно из-за дикой боли в животе. И сложил руки, как складывают покойникам. Еще я подумал, только свечки не хватает для всей красоты, чтобы помереть красиво. И тут вдруг интересная штука случилась со мной. Под сложенными на животе руками начал гореть огонь. не физически и невоображаемой, а по ощущениям. Ощущение было такое, что под руками горит огонь. Я посмотрел под руки, огня нет. Но ощущение стопроцентное, что горит огонь. Но самое удивительное то, что под руками боль начала проходить. я попытался руки оттянуть от тела. Ощущение огня усилилось и боль начала растворяться еще быстрее. Я начал водить руками по животу и боль уходила. Таким образом я ее убрал полностью. И вот с этого момента я начал себя лечить. Лечить собственными руками сам избавляться от собственных болезней. Следом за этим у меня попалось так как я очень любил читать и перечитал все книги в библиотеке детской а во взрослую меня не пускали. Я решил купить себе книжку. Накопал у себя в кармане 80 копеек пошел в книжный магазин. Единственная книжка которая стоила 80 копеек это была книжка детка Порфири Корнеевича. Там были более дешевые книги но они были мне не интересны. А это меня заинтересовало. И я увлекся деткой. Стал заниматься деткой. Закаляться. Уже через год я бегал на дистанцию 22 километра. Подъем с переворотом 120 130 раз. Отжимания 150 раз от пола. В свои 15 лет 60 килограммовую штангу вертел как хотел. Вот таким вот образом я выбрался из этой болезни. Чем больше занимался физически тем здоровее становился. Пока лечил себя все было хорошо. но тут как говорится случилось так что по определенным причинам я попал в медицину. Там потихонечку начал лечить людей. Стал замечать что какой-то степени силы уходят на это дело. Решил потихонечку ограничить себя. Ну люди же просят. И конечно не устоял. Начал потихонечку практиковать. Вот. И тут случились вот эти вот 90-е годы. Чум Мак Кашпировский Аксинюк и прочие вот эти вот экстрасенсы. Любопытно конечно. Но я понял что как говорится не хуже их. Мог бы быть одним из них но большого желания это не изъявлял. Опять же случай. Случай такой что друг позвал пусть я в Москву. Я приехал туда. Да приехал со старшим братом который тоже увлекся экстрасенсорикой. Он уже вот на фоне вот этих вот под воздействием вот этих вот телепередач решил что он тоже не хуже и тоже может. поехал поехал тоже к моему другу со мной вместе. А как говорится до этого он в Новосибирске познакомился с экстрасенсом Силаевым Вячеславом Алексеевичем и поныне здравствующим и решили к нему зайти. он нас перезнакомил со всей экстрасенсорной элитой которые на перебой кинулись нас учить. Вот и вот ошибка вторая которую ни в коем случае не советую совершать. Ошибка вторая в чем она заключается когда ваши учителя все хором в одну дудку поют что ребята чем больше вы отдадите энергии тем больше вы наберете тем больше у вас ее появится тем больше вам ее дадут бегите от таких учителей как можно дальше. Я тогда им поверил и мой брат поверил и все верят в основном бегите как можно дальше потому что восполнить прану гораздо сложнее чем ее потерять. На одного пациента вы можете потратить столько праны что восстанавливаться надо будет месяцами. И чем более тяжелые заболевания у человека тем больше оно высасывает энергии. А еще я выяснил такую интересную вещь что отдельность это иллюзия. На самом деле нет отдельных людей. Когда экстрасенс лечит человека он лечит не человека. Он лечит весь род. И всех его друзей и всех его знакомых и всю ситуацию и вкачивает туда бешеное количество энергии. хорошо если он тратит только свою энергию. Что кстати отследить крайне сложно. Как я потом выяснил. Когда своей энергии не хватает опять же я повторяю что отдельность это иллюзия. Автоматически чтобы сохранить вашу жизнь чтобы вы не умерли ваш род начинает подключаться к вам и качать в вас энергию. И вы перекачиваете энергию своего рода в род пациента. Вот вторая очень серьезная такая ошибка. А в тот момент я этого не знал не замечал энергии было столько что хоть оббавляй например приходили люди со сломанными ребрами я просто тупо клал два пальца больших пальцев один с одной стороны перелома другой с другой стороны перелома совмещал ребра так чтобы они попали друг в друга и просто тупо ждал когда они срастутся хватало пять минут рентген подтверждал что они срочены хотя до этого рентген показывал перелом а тут уже образование костного мозоля причем настолько быстро буквально пять минут мало того рентген сделанный через месяц показывал что и костный мозоль исчезал как будто вообще перелома не было все это чудо все это ай-яй-яй о какой у нас великий экстрасенс появился школы экстрасенсов наперебой начали приглашать когда узнали об этом вот причем учили меня бесплатно некоторых предлагали даже поработать преподавателем после того как конечно обучали своим фишечкам вот но сводилось это все к тому что вообрази нечто вот вот и отдай свою энергию вообрази и отдай вообрази и отдай вот еще одна ошибка когда вам ваши учителя говорят что ах вот я вас научу работать с космосом никогда не лечите своей энергией лечите энергией из космоса и мы вас этому научим или говорят вот мы вас научим лечить энергией от бога гоните таких учителей прочь 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 точно так же они шарлатаны шарлатаны наивысшей категории потому что на самом деле на самом деле как я выяснил за свою жизнь многослужие богу посредники не нужны если ему надо дать кому-то энергию он всеприсутствующий присутствующий присутствующий все присутствующие подумайте только все присутствующие он присутствует одномоментно в любом и каждом во всех людях каждой частицы этого мироздания неотделимо присутствующий И вдруг он начал бы нуждаться в посредниках. Это глупость. Валерий, давай сейчас прервемся на музыкальную паузу. 30 минут прошло. И после этого продолжим разбирать эту тему очень интересную. О нуждаются ли Бог в посредниках? И как нас дурят? В эфире Народное Славянское Радио. Добро пожаловать. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напомню, 23 декабря 2015 года. Среда на современном календарике. На одном из современных календарей. На одном из старинных. 12-й день месяца белого сияния и покоя мира. 7524 лето. Понедельник. Путь мастера. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный соведущий Чукалов Валерий Александрович. Мы говорим о том, что делать и что не делать. Какие ошибки встречаются на пути человека, который развивается. Который наделен какими-то возможностями и способностями. И какие западни часто его бывает втягивает. Говорим это не для того, чтобы похвастаться. А для того, чтобы вы поняли, что иногда дар – это не просто радость. А иногда это еще серьезные испытания. И что этим даром необходимо правильно уметь пользоваться. А не вестись на приманку первого попавшегося тебе человека. Пожалуйста. Уже вопросы поступают. Но я думаю, что в конце нашего сегодняшнего эфира или чуть попозже мы их будем озвучивать. А пока я передаю микрофон Валерию. Продолжай. Итак, мы остановились на том, что я уже выдвинул утверждение, что Богу посредники не нужны. Так как Он пребывает в любом и каждом из вас одномоментно. Это действительно так. Но выяснил, к сожалению, я это не так давно. И благодаря своему нынешнему, как говорится, учителю, который, собственно говоря, и дал мне возможность стать мастером. Мастером универсальной йоги по линии Тиртхапады. Это Кайла Шантхананда, с вами Кайла Шантхананда Тиртхапада. Это удивительный человек, о нем я еще попозже расскажу. А сейчас я хотел бы продолжить о своих ошибках, дабы никто их более не совершал. Ну, как я уже сказал, что в 5 лет я еще заразился вот этой вот идеей получить йогу. Одновременно вот со своими экстрасенсорными делами. Когда я лечил массы людей, люди шли толпами буквально. Я уже говорил, что энергии было хоть отбавляй. Вот. И, как говорится, недостатка в ней вроде как не испытывал, как мне казалось. Вот. Но это было только казалось. Занялся йогой у одного очень популярного мастера, не индийского, а нашего русского, который на весь мир кричал, что он самый лучший, самый правильный. И огромная толпа народа. Его, как говорится, я бы сказал, даже верующий в него, вот его поклонники, это более 400 человек в Москве, только в Москве. Все как один кричали, что это самый лучший мастер. Ну, кому же пойти, как не к лучшему мастеру. Тем более, что он был директором ОПП здоровья. Это государственное предприятие было, здоровительно-производственное предприятие Академии Здоровья. Вроде все как положено, как говорится, на государственном уровне, все. При этом ОПП, он создал институт, вернее даже не институт, а Академию йоги. Призвал всех людей со способностями прийти, дабы заниматься целительством. Пациентов у меня стало еще больше. И тут вдруг я стал замечать, что мое вот это вот ясновидение, которое, собственно говоря, и послужило толчком к моей деятельности целительской. Ну, просто оно не скажу, что очень такое серьезное. Просто, когда я сосредоточил свое внимание на человеке, я начинал его видеть, как обычно происходит изображение на рентгеновском снимке. Как рентген. И вдруг это видение начало у меня падать. Я подошел к этому великому учителю, спрашиваю, в чем же дело. Он промямлил что-то несуразное. Тут у меня зародилось сомнение. Он мне не помог. Действительно ли он так велик, как казалось? Стал наблюдать. И сомнение мое начало расти. По мере того, что я приглядывался к нему, я стал понимать, что человек-то и не совсем адекватен. И не особо способен. Чего ж народ так его величает-то? Чуть ли не как Бога. Ну вот, молва есть молва. Потом я стал наблюдать дальше и стал замечать, что у многих его учеников крыша просто съезжает. То есть люди приходят учиться более-менее адекватно и через какое-то время они становятся совершенно неадекватными. Еще заметил такую вещь, что как-то уж легко у них получается ясновидение. Раз и поглядели. Мне нужно сосредоточиться, выждать время, когда пойдет что-то вот это вот видение. Да к тому же еще постепенно оно почему-то ухудшается. А тут люди все видят. Все видят. У меня даже комплекс неполноценности начал возникать. Что ж я такой неполноценный-то? Начал заниматься его упражнениями по 8 часов в день. Но здоровья у меня от этого не прибавилось. Если я пришел к нему абсолютно здоровым, здесь мое здоровье начало сдавать. Я начал почему-то толстеть. Я убавил количество пищи потребляемой, убавил углеводы. Перешел на растюшку, зеленушку, но все равно начал толстеть. Я опять к нему. Он опять что-то невразумительное. Можно сказать, вообще дилетантское. Тут у меня уже вообще сомнения закрались очень серьезно. И я начал потихонечку искать людей, которые занимаются научными изысканиями в этой области. встретил таких людей. Озвучивать, конечно, я их не буду. Но я изучил и резонансную терапию, и квантовую терапию. И занимался резонансной диагностикой. И притащил эту резонансную диагностику к нему уже... Академия уже закончилась к этому моменту, когда я притащил все это дело, получив знания, опыт, навыки в применении резонансной диагностики. К этому моменту Академия превратилась в институт. Меня приняли радушно. Да, обрадовались, что я вернулся. После некоего отсутствия интервалом в 4 года. Пока я повышал свою квалификацию в области науки. И я решил проверить всех экстрасенсов и йогов. Йоги оказались более здоровыми, но у всех типичные поражения позвоночниками. Типичные поражения суставов. Типичные для этой школы. Тут я засомневался, что он йогу правильно дает. Но все кричали, что... Он безупречен. Я стал наблюдать за другими школами. К моему великому сожалению, йога преподается практически везде одинаково. Везде, практически везде, во всех школах, по всей Москве благополучно уродуют людей. Благополучно уродуют людей. Был даже такой один случай у меня. Привели старушку 67 лет. Вот что-то у меня... Ножки стали плохо ходить. Немеют, однако, и ходят плохо. Что-то случилось, не знаю что. Я делаю диагностику, и резонансная диагностика показывает, что у нее высочайший уровень дегенерации тканей в шейном отделе позвоночника. В тех местах, которые характерны для поражения вот такой интересной позы, как поза березки. То есть все, кто выполняет эту позу, у всех характерны поражения вот этих двух позвонков. Но у нее очень уж высокий уровень дегенерации. Я ее послал на рентген. Рентген подтвердил, что у нее компрессионный перелом двух этих позвонков. И зажат перидуральный канал. То есть еще чуть-чуть, и спиной мозг кряхнется. Я ей говорю, что вам нельзя делать вот эту позу. Нельзя делать эту позу. Вообще забудьте про нее. На что она мне отвечает? Да вы что, Валерий Александрович? Да мне после этой позы так хорошо, так хорошо. Это вы что-то не понимаете. Я как йогой стал заниматься, стало намного лучше себя чувствовать. А как эту позу начала делать? Так вообще летаю. Так что и вы, и ваши врачи, вы что-то не то говорите. Я занималась, и буду заниматься, и учитель сказал, что мне полезно делать эту позу. И все, больше эту старушку я не видел. Что с ней дальше произошло? Ну, я даже гадать не собираюсь. Вот такие вот интересные казусы. Так что, когда дорогие слушатели, выбирайте себе учителя, сначала поинтересуйтесь, а где же он учился, у кого он учился, какова его традиция. Вот почему у меня, вот в моем имени слово Тиртхапада. Что оно означает? Оно означает преподавщик с клотосным стопам. То есть, ну, такое имя, это взял один из учителей нашей линии. Вот. Ну, присвоили, а присваивается это не просто так. Они все друг друга знают, все общаются между собой, учителя. Вот. И как почетное звание. Это как торговая марка, которая отвечает за качество обучения. За качество обучения отвечает вот эта школа. А это торговая марка этой школы. То есть, вот, я принадлежу вот этой линии. Вот. За другие линии я не могу отвечать. Вот. И в других традициях я не могу учить. Вернее, могу. Но это будет неправильно. Я в совершенстве знаю только то, что мне дал мой учитель. А у него, вот, он получил от своих учителей. А те получили от своих учителей. Вот. И все это продолжается настолько долго, что уже концы потеряны в древности. Вот. А так как бесконечность это Махадев, то есть, Всевышний Господь, значит, считается, что от него мы получили все это дело в конце концов. но это проверенные методы, которые прошли испытания веками. Это проверенные традиции, которые приносили положительный результат на протяжении многих веков. от них много ответвлений. Любые ответвления присваивают себе иное имя и традиция за них уже не отвечает. А я так вот легковерно поверил этому учителю, начал заниматься слава Богу, что я был настолько здоров, что не особо пострадал. Но вот моя бурная целительская деятельность, которую я не мог никак остановить, несмотря на то, что уже начал понимать, что ни к чему хорошему она не приведет, привела к тому, что я потерял здоровье. Потерял здоровье. Окончательно и бесповоротно можно сказать потерял здоровье. Потерял его настолько, что меня не могли вылечить врачи. Да, я обратился к врачам. Сам медик по образованию обратился к врачам. На что мне сказали, ну, готовься. Через пару лет будешь сидеть в инвалидной колясочке, а еще через пару лет будешь Стивеном Хокингом. Не в прямом смысле, а похож на него. Прошли эти вот четыре года. Я не скажу, что я прям абсолютно здоров, но тем не менее бегаю. а благодаря чему? Благодаря тому, что я встретил своего учителя, который всего лишь научил меня правильно делать пранаяму, всего лишь научил меня правильно петь мантру. ту самую мантру ОМ, которую я пел с пяти лет, я не умел ее петь правильно. Просто не умел. Потому что все учителя, с которыми я встречался, они точно так же ее не умели петь. И лишь повторяя за своим учителем, я включился и научился ее правильно петь. Для меня это было открытием. Вот. Вот такая вот штучка. Когда вам говорят, что вам раскроют все чакры, раскроют ясновидение и так далее, бегите от них подальше. Я проверил огромное количество экстрасенсов на их здоровье с помощью аппарата резонансной диагностики. Все эти экстрасенсы, все эти целители, народные целители, которых массу пропустил через этот аппарат диагностики. Я делал как? Пациентов принимал за деньги на диагностику, а экстрасенсов бесплатно. Мне было просто любопытно. Вот приходит экстрасенс, вот, приводит своего пациента, пациент проходит диагностику за деньги, экстрасенс бесплатно. Вот такую интересную ловушку я ему устроил. И они охотно купились на нее. что я выяснил. Мало того, что экстрасенсы самые больные люди на свете, пробы ставить некуда, сколько у них болезней. Они еще несколько раз гораздо более больные, чем их пациенты. Самое страшное даже не это. Бог бы с ним. Хотят они подохнуть. Флаг им в руки бронепояс навстречу. Я из любопытства ради проверил, что происходит с энергополем человека. Резонансная диагностика это все показывает. Во время воздействия экстрасенсом и выявил за редким исключением. Да, я не говорю, что нет исключений. Исключения были, но очень редкие. Очень редкие исключения. За редким исключением биополе человека после воздействия экстрасенса становится только хуже. Вот можете себе такое представить. то есть экстрасенс мягко выражаясь обдирает, обжирает вот этот сверх супер больной экстрасенс обжирает больного человека, при этом каким-то образом внушая ему, что ему становится легче. Внушение вещь великое. Но оно воздействует только на психику, а не на энергополе. Энергополе при этом разрушается. Поэтому я хочу сразу предупредить всех слушателей, если у вас была хоть малейшая мысль когда-либо по какому-либо поводу обратиться к экстрасенсу, не делайте этого ради Бога. Если хотите, чтобы ваше биополе было в норме, иначе вы пострадаете. Валерий, я так предполагаю, что мы можем про эти темы говорить очень долго, но все-таки эфир у нас не резиновый. Я предлагаю сделать следующим образом. Давай мы пройдемся еще по каким-то моментам, на которые следует обратить внимание, что делать не надо. И если эти моменты будут очень непонятны, может быть, нашим радиослушателям, они уточнят, что непонятно. Иначе мы сейчас будем очень долго рассуждать, уже заканчивается у нас час первый, через пять минут надо ставить музыкальную паузу, даже через четыре. А надо бы еще и нашим радиослушателям уделить внимание, на их вопросы отвечать. Давай, наверное, тогда, что еще, какие моменты поджидают человека на пути его развития, помимо экстрасенсов. Понятно, экстрасенсы большинство это просто бизнес-люди, которые каким-то даром, может быть, где-то одарены тоже, но чаще всего... Хорошо, если бы они были просто бизнес-людьми, шкаталатаны, кстати, вреда наносят гораздо меньше, чем те, кто действительно обладают какими-то способностями. Попозже, как говорится, я расскажу, почему некоторые люди становятся экстрасенсами и как. Ну, хорошо, помимо экстрасенсов, с экстрасенсами все понятно, а еще какие-то есть моменты, которые ты для себя пометил, что так делать не надо. Еще такой момент. Очень много мусорной литературы, поэтому даже перевод Багавадгиты и то в большинстве случаев не точен. поэтому без рекомендации настоящего учителя, стоящего, как говорится, в череде преемственности духовную литературу читать не следует. Потому что настолько много там ловушек, что разгрести очень сложно. я вот сейчас единственную книгу, которую я могу смело порекомендовать, это собственно говоря, ту самую книгу, которую обычно сам читал, это «Свами Шивананда». Вот. Была такая книжечка «Питер Кедлер и Свами Шивананда». Там два автора были. Вот. Насчет Питера Кедлера не могу ничего особого сказать. Интересно, конечно, тоже техники. Вот «Свами Шивананда» очень грамотно излагает. Вот. Поэтому еще вот я бы порекомендовал людям очень осторожно, очень осторожно относиться ко всей этой литературе. И ради Бога не надо учиться йоге. самостоятельно. Хорошо. Давай мы эти рекомендации возьмем за основу и от них в следующей части нашей передачи будем отталкиваться. Сейчас переходим на музыкальную паузу, после которой продолжим разбирать тему «Путь мастера». В эфире Народное Славянское Радио. Добро. пожаловать. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. 23-й день декабря 2015 года среда по одному из современных календарей, а по одному из старинных 12-й день месяца белого сияния и покоя мира 7524 лета понедельник. Говорим мы о теме, которая называется «Путь мастера». Главный сведущий Чукалов Валерий Александрович. Много что интересного рассказал на своей автобиографии и указал на те моменты, которым не надо следовать. И хотелось бы уже перейти к конкретике «А что же делать?» То, что как не надо жить понятно, «А что же делать?» Но и предоставляющая возможность пару слов может быть от себя добавить, привести какие-то примеры. К примеру, может быть, вот почему не надо родовую свою энергию тратить, поскольку он сказал, что связаны все между собой, нет отдельных личностей. Если начинаешь лечить, то в этом случае ты лечишь не только одного человека, ты лечишь и всех, кто связан с ним по роду. Это означает, что ты не только своей энергией лечишь, а лечишь и той энергией, которая у тебя в роду есть. И сам ты объединяешь свой род. Вот давайте, наверное, на это мы еще время потратим и может быть еще сказать, а что же плохого в том, что кто начинает руками лечить, наложением рук? Что же в этом плохого? Ну, наложил человек руки, полечил. Вот давайте два момента еще озвучим и дальше перейдем к тому, а что же делать? Я даже не знаю, каким способом хуже всего лечить, но что происходит с человеком, когда он начинает лечить руками? Дело в том, что когда он начинает лечить руками, утекает та самая энергия, которую мы называем жизненной силой. По-китайски чи, по-индийски прана. Именно та самая прана и утекает. Если мы концентрации мысли лечим, утекает ментальная энергия. Это тоже несет свои побочные явления. Но что же будет, если человек лечит руками? Утекает бесконтрольно причем как правило по принципу из области высокого давления, а в данном случае целитель это область высокого давления, то есть дающий прану. А пациент это рецепиент, по сути дела утекает энергия к нему. А что такое прана? Что такое жизненная сила? От жизненной силы она и есть жизненная сила. Простите, иначе и не назовешь. Это ваша активность, это ваше здоровье, это ваша судьба. В прямом смысле слова судьба, потому что когда я занимался резонансной диагностикой, все ученые, которые этим занимаются, пришли к выводу, что переломы происходят именно в тех местах, где до того момента, до момента перелома, до момента травмы, то есть не только перелом, а любая травма, была ослаблена энергетика. Мало того, да будет земля пухом, был такой ученый Авакян, который создал такой интересный прибор Акувижн, который визуализирует акупунктурные точки человека на его теле. Он проверил этот прибор на своем чайном сервизе, и у одной чашки была линия с ослабленными точками. И он наблюдал за этой чашкой. Пометил ее фломастером и наблюдал. И в конце концов однажды эта чашка была уронена и разбита именно по этой линии. Понимаете, о чем я говорю? То же самое делал со своей машиной. Обнаружил область ослабленных акупунктурных точек и даже пусть и не по его вине в него въехали и именно в эту область стукнули. То же самое происходит с людьми. И вот именно вот этот защитный слой, вот этот пранок, который создает ваше защитное поле, за счет которого решается вся ваша судьба дальнейшая, он истощается при лечении именно руками. Вы не можете заработать денег. Вы не можете восстановить свое здоровье, даже если занимаетесь здоровым образом жизни, только потому, что вы отдали эту прану и она еще не восстановилась. Чтобы все начало восстанавливаться, ее надо восстановить, а восстановить ее непросто. Об этом говорил уже, что непросто восстановить, несколько месяцев нужно. А теперь давай, ну понятно, с руками все ясно, человек отдал, а потом попробуй это все дело восстановить. А теперь давай коснемся может быть того, почему же все-таки нельзя вообще человека получается лечить, потому что если ты лечишь другого человека, ты используешь силу рода своего. И перекачиваешь в род другой еще. Непонятно, нужно ли тому роду это, или может быть специально тот род хочешь какую-то энергию получить. Давай от этого коснемся. Как правило, человек, когда обращается за помощью, он, как говорится, обращается чисто потому, что ему плохо. Он эгостичен в данный момент. Его мало волнует, что произойдет с ним и с его родом. Лишь бы сейчас было хорошо. Почему я считаю, что не надо этим заниматься? Потому что проверил на собственном опыте и пронаблюдал за другими. Элементарно. пусть все, кто этим занимается, поймут раз и навсегда. Просто раз и навсегда. Мы размножаем паразитов. Отдавая свою энергию, мы размножаем паразитов. Подстилая соломки, мы делаем людей безвольными и послушными. Они слушают вас, делают, как вы говорите, вы им даете рекомендации, очень хорошо они выполнили, а сами не подумали. Причем надо сказать честно, что ментальный план это не самый большой план для развития человека. Человек получает опыт не только с помощью ментала. То есть мысль, она, конечно, материальна. Но кроме ментального слоя существует еще куча всяких прибамбасов в энергополе человека. И исцеляем просто-напросто оказываем ему медвежью услугу. Да, я не говорю, что этого не следует делать никогда. Но чтобы это делать, надо сначала получить глобальные знания, глобальный опыт и хотя бы находиться на уровне развития достаточным для этого. Тогда, как я наблюдал все, кто занимается целительством, мягко выражаясь, не только не дотягивают до этого уровня, они даже вообще не в начале пути. Не в начале пути даже. То есть они еще не встали на путь, а уже воображают себя великими. И начинают всех подряд лечить. Понятно. Но здесь, наверное, надо еще тогда отметить, что часто бывают такие моменты, что если в роду кто-то занимается целительством и утечка происходит энергии из рода, то в том случае рот начинает болеть. Давай вот этого коснемся. Бывают ли такие случаи? Я заметил очень давно, даже еще в детстве замечал, что почему-то, по какой-то причине, я тогда этого не понимал, по какой-то причине у знахарей и вот таких вот бабушек, шепталок, почему-то очень несчастливые семьи, либо у них вообще нет детей, либо их дети бесплодны, либо все заканчивается на внуках. Я тогда этого еще не понимал и пытался разобраться, и очень долго не мог разобраться. А природа таким образом защищается от них. То есть они размножают паразитов, мягко выражаясь, то есть делают людей вампирами, кормляя энергией собственного рода. При этом они опустошают собственный род, энергию рода отдают. Причем самое интересное, что катаклизмы начинают случаться не с ними самими в первую очередь, а с теми, кто пославший в их роду. А уже априори тот человек, который владеет энергией, он уже априори сильнее всех остальных в этом роду. Понимаете? То есть тот, кто владеет энергией, вот этот экстрасенс, он в своем роду самый сильный. Если нет другого, более сильного экстрасенса в этом же роду. Понимаете? То есть по отношению к тем, кто не владеет энергиями, он самый сильный, он лидер. Если вас интересует теория лидеров, можете у Болотова, Бориса Болотова почитать, есть там теория лидеров. Лидеры есть везде. И в роду тоже есть лидеры. И вот экстрасенс является лидером, как правило, в роду. И он собирает энергию со всех в этом роду и отдает ее. С каких побуждений он это делает? Либо свое я, как говорится, возвеличить, либо денег заработать, либо, как вот я это делал из жалости и сострадания к людям. Но все это заканчивается печально. Слава Богу, я вовремя хватился и взял все на себя, как мои родственники говорят, что ты все взял на себя. Да, я взял все на себя. Сознательно взял все на себя. Хотя они единственные, как говорится, экстрасенс в семье. Чего грешить? Старший братец еще продолжает заниматься этой ерунды, хотя ему уже все говорят об этом, что нельзя этого делать. Все родственники говорят, что ты опустошаешь рот. Все наши родственники уже знают это. Понятно, понятно. Хорошо, Валерий, давай тогда может быть перейдем уже к следующему этапу. Понятно, что как в анекдоте у нас получается, когда приехала девушка, стоит на вокзале или на площади и спрашивает у мужичка, как мне там такую улицу пойти? Тут говорят, ну направо пойдешь, там два квартала пройдешь и так далее. Ой, спасибо, я пошла. Стой, стой, там тебя ограбят. Ой, какой путь? А вот налево иди, и так далее. Ой, спасибо, пошла, стой, там тебя тоже ограбят. Но как же мне идти-то? Зачем куда-то идти? Сейчас тебя здесь прямо ограбят. Ты мне скажи, пожалуйста, вот ты сказал, это нельзя, это плохо, это ведет к тому-то, это тоже нельзя, с этим поосторожнее и так далее. В общем, все есть вредно, жизнь вообще такая штука страшная, от нее все помирают. Как нам дальше-то быть? Что же делать-то? По каратам жизни все. Да, что же делать-то? Что же делать-то в этой жизни? Как нам быть, что делать? Как быть? Если вы желаете саморазвития, найдите сначала того человека, который это саморазвитие получил на ваших глазах. То есть, был хуже, стал лучше. Потом поинтересуйтесь в результате, чего это произошло, кто его научил. Потом поинтересуйтесь у того, кто его научил, у кого он научился. И какова складывается судьба того. И так далее. То есть, опять же, возвращаемся к той же линии. К той же, как говорится, преемственности. Насколько долго это продвигается. Каков род у того человека, который объявил себя мастером и учителем, если он, мягко выражаясь, никакой, слабый, больной, нищий. Не ходите к этому учителю учиться. Ну, нелегкий путь предлагаешь. Нелегкий. Это надо изучить и этого, и того, и пятого, десятого. А легкий путь бывает только в мышеловке. Бесплатный сыр лежит только в мышеловке. Так же и легкий путь бывает только неверный. Любой верный путь, он сложен. Любой верный путь сложен. Не знаю, не знаю. Например, отчаялся, я обыскал очень много всяких школ, ходил тайненько, как говорится, под видом ничего не понимающего, не смышлёныша, приходил в разные школы, смотрел на этих учителей, слушал их, по Москве в основном, так как жил в Москве, ну и по Подмосковью тоже. Ну понятно, и все там оказались такие свободные. Верили ему, принесли все эти деньги свои и так далее. Это все ясно. А вот насчет сложных... Ну это не вампиризма. Ну конечно. То есть вот этот несчастный учитель становится счастливым за счет того, что он делает более несчастными своих учеников. Он вампир. Ну это же его не волнует, он же хочет получить с них, поэтому он это делает. Ну это не волнует, потому что он невежный. Конечно. Я не понимаю, что он окончательно и бесповоротно губит свою душу. Ну это его проблемы. Мы сейчас говорим о людях, которые здесь присутствуют, я думаю, среди них таких нет. Я просто хотел вернуться к той фразе, когда ты сказал, что... Легких путей не бывает, когда они там на что-то куда-то направлены в нужное место. Я вот искал, долго искал себе учителя. Вот таким вот образом, прикидываясь чудиком новичком, ходил ко всяким учителям, приглядывался. Понятно, понятно. Я просто закончу мысль свою. Так вот, дело в том, что если человек живет по праве, если он праведный путь ищет, то в этом случае более легкого пути никогда еще никто не встречал. Потому что когда человек находится по пути праве идет, находится в благодати за богами, то в этом случае нет ему препятствий, нет ему никаких препонов. И все те, то, что многие считают какие-то неудобства, неприятности, это всего лишь навсего мелкие уроки, которые он осознанно принимает и осознанно проходит. И в этом случае это превращается в игру очень увлекательной, очень занимательной, которая называется «жизнь». А вот когда человек не понимает этого, когда он живет неверно, то есть в неверии, в непоправе, вот в этом случае для него жизнь превращается в каторгу. Вот здесь надо это различать. Естественно, что большинство людей, современников наших, к сожалению, этого не осознают, потому что так приучили. И всем кажется, что жизнь очень сложная штука. Ее она усложнена, очень трудно все делать, и надо каких-то искать супер-супер учителей или каких-то политиков, которые тебе расскажут, или каких-то супер руководителей, которые знают, как тебе что делать, как дышать, как не дышать, где и сколько есть. Вот об этом я хотел сказать, что если человек живет по праве в вежестве и в ведании, то в этом случае, в общем-то, жизнь она достаточно увлекательная и интересная и хорошая. Да, безусловно. Да, безусловно. И я хотел сказать, что, да, вот как я вот решил, прежде чем встретил своего учителя, я просто решил, что да нафиг они нужны, все эти учителя, да что мне от них надо, собственно говоря. Да ничего мне не надо. Можно и без них обойтись, и нафиг нужна эта экстрасенсорика, нафиг нужна эта йога. Зачем она нужна, если она приводит только к несчастью? И решил бросить все это дело, и мне стало лучше. Но ты пошел как-то радикально, как-то радикально отнесся к этому делу. Да, я радикально отнесся к этому делу, к этому делу, почему? Потому что уже набил шишек и насмотрелся, насмотрелся, как уродуют людей. Вот смотри, вот смотри, просто, ну это понял, это насмотрелся, смотри, какая интересная ситуация у нас получается. Человек себе выкалывает глаза, потому что устал смотреть на сварку. Вопрос, слушай, дорогой, а ты это, зачем на сварку-то смотрел? Тебе глаза разве для этого были даны? Или человек себе протыкает барабанные переполнки, потому что он устал стоять около рычащего трактора. Всю жизнь он стоит и прислонился к этому мотору или к выхлонной трубе и так далее. То есть каждый орган чувства, экстрасенсорика, я считаю, что это один из органов чувств. Который позволяет. Да, это все лишь инструмент. Это все лишь инструмент, поэтому да, отказываться от него нельзя, но надо его использовать правильно. То же самое, как и глаза, и уши, и там все остальное. Но при этом, как говорится, не надо слишком увлекаться этим. Конечно, конечно. Но человек не смотрит... Все хорошо в меру. Да, нельзя все время смотреть на солнце глазами. Если у вас какие-то способности есть, не надо бежать сразу, объявлять себя экстрасенсом, или бежать к какому-то великому гуру или невеликому гуру, неважно, к какому гуру, учиться чему-то. Живи и используй. Конечно, конечно. Но давайте перейдем к тому моменту. Что же делать человеку в жизни? Вот это самое важное. Здесь у наших радиослушателей возникает вопрос. А как стать мастером? И как эти все способности применять в жизни? А нужно ли всем становиться мастерами? Вот вопрос. А это хороший вопрос. Но я считаю, если человек пришел в жизнь, то он должен мастерски этой жизнью владеть. Он должен все свои органы чувств развить для того, чтобы... Он должен мастером в том, чтобы хорошо жить в этой жизни. Правильно. Но мы же с тобой не поставили клеймо, каким мастером. Просто говорим, как стать мастером. А вот каким мастером, это человек уже сам решает. Поэтому давай об этом поговорим. Как же теперь стать мастером? Что же делать и к чему стремиться? Вот на твоем примере. Уже про болячки поговорили. Понятно. Несусь туда, куда не надо суваться. Да, уже сунулся. Честно. Понятно. Давай теперь высовываться. Ну, поздно пить воржоми, батенька, когда почки отвалились. Ну, в общем, да. Но ничего, ничего. Это дело поправимое. Вот, как говорится. Как жить? Я не могу дать на этот вопрос ответа. Потому что я не знаю, как жить правильно. Никто этого, наверное, не знает. Но я считаю, что надо стремиться жить счастливо. Надо стремиться быть в гармонии с окружающим миром. И самое главное, надо не впадать в иллюзии. Не впадать в иллюзии насчет собственных способностей. Не впадать в иллюзии, как вот многие живут в иллюзиях, как говорится, по поводу этого мира. Надо научиться адекватно реагировать на все. А самое главное, что не надо расстраиваться, когда что-то не получается. Как вот я почувствовал себя ущербно, когда посмотрел на то, как экстрасенсы все видят легко и просто непринужденно так. А мне это требуется от какой-то там средоточения. Я же добился, чтобы провели тестирование. А по тестированию оказалось, что из более 120 экстрасенсов, которых мы протестировали, я сам честно добровольно прошел тестирование. Остался один, кто хоть что-то может. К сожалению, это был я. Вот так вот. Когда мы смотрим на людей и верим им вот так вот безоговорочно, я думал, ого, какие они. А представьте себе, сколько людей через них прошло, сколько пациентов, которые верили вот этим экстрасенсам якобы. Которые вешали им лапшу всякую на уши. Якобы лечили. Не надо быть слишком доверчивым. Надо все подвергать, как говорится, здравому смыслу. Рассудку, понятно. Рассуждение, рассуждение. Рассуждение, понятно. Ну так все же, давай теперь, как двигаться-то? Как двигаться? Вот все понятно. С экстрасенсами есть, вопрос закрыт, с ними все ясно. Как нам двигаться? Да, как двигаться по жизни? Ну я не могу. Вот я не считаю, что вот если я мастер йоги, то я всех должен научить жить. Я считаю, что каждый должен выбирать свой путь. Не повторяйте за мной. Делайте, как я. Ищите собственный путь. Я же все-таки выбрался. Карабкайтесь, если вам плохо. И стремитесь жить лучше, даже если вы живете хорошо. Всегда есть куда совершенствоваться. Совершенство, но бесконечно. А самое главное, запаситесь оптимизмом. Что бы с вами ни случилось, как говорится, никогда не думайте, что это самый худший момент в вашей жизни. Вы никогда не думайте, что не наступит улучшение. Все может быть. И стремиться надо к лучшему. Думать надо о лучшем. Вот меня многие упрекают, что ты слишком хорошо о людях думаешь. Поэтому ты все время наступаешь на одни и те же грабли. Да, пусть я лучше буду наступать на эти грабли, но я буду готов к этим граблям, чем я буду плохо думать о людях. Потому что если все время думать плохо о людях, то, собственно говоря, зачем тогда жить? Жизнь покажется тогда невыносимой, если все время плохо о людях думать. Всегда надо хорошо думать о людях. Всегда надо надеяться на лучшее. Но и стараться, стараться делать, стараться каждый день быть немножко лучше, чем вчера. Вот самое главное в жизни, это стараться сегодня быть лучше, чем вчера. И надеяться на то, что завтра ты будешь лучше, чем сегодня. В чем лучше? Ну, это уже каждый выбирает сам для себя. Никогда не останавливаться на пути. Никогда. Потому что любая остановка – это смерть. Хорошо. Давай сделаем сейчас так. Я поставлю музыкальную паузу, мы немножко отдохнем. После этого я попрошу нашего еще одного участника чата подключиться, голосом задать вопросы. А потом мы перейдем к вопросам от наших радиослушателей. Хорошо? Хорошо. Все, переходим на музыкальную паузу. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей современных 23 декабря 2015 года среда, по одному из старинных 12-й день месяца белого сияния и покоя мира, 7 524 лета, понедельник. Путь мастера такова тема сегодняшнего эфира. Главный соведущий Чукалов Валерий Александрович. Мы поговорили о том, чего делать нельзя, и поняли, какие ошибки часто совершаются. Что-то нас там затрещало. Попрошу по внимательности своей аппаратурой быть. Вот. И хотелось бы еще добавить в эфир нескольких красек, и чтобы выступили еще несколько человек, которые подключились к нашему чату. Иван, пожалуйста, что скажешь, и, может быть, уже и Андрей это подключим? Трещит, трещит, трещит. Иван, трещит у тебя что-то. Нормально слышно? Да, вот сейчас слышно. Вопрос у меня был один. То, что сейчас очень популярны такие течения, как те же лечения руками при помощи рейки. И говорят, что течет божественная энергия. Я вот в свое время даже сам получил вторую ступень рейки, когда еще этим увлекался. Но после общения с Валерой понял, что лучше либо себя лечить, либо вообще никогда этим не заниматься. А откуда течет энергия на самом деле? Что же это происходит? На эту тему очень хорошо ответил один довольно популярный в Америке йог, который получил обучение в Индии. Он очень долгое время жил в Индии, получил духовное имя Рамачарака. Он издал две книги. Во всяком случае, может быть и больше, но я вот две книги его читал. Окультное лечение и хатха-йога, где он более-менее, ну так скажем, более-менее, более-менее излагает вот эту вот йоговскую традицию. Хотя он, как говорится, не мог говорить открыто обо всем этом, потому что тогда была такая тенденция у индийских йогов, они большую часть информации старались хранить в тайне. И поэтому он выдал только то, что было ему позволено выдать. И вот этот Рамачарака на этот вопрос очень здорово ответил. Ответил он так. Вообразить вы можете все, что угодно. Вы можете вообразить, что вы лечите от Бога. Вы можете вообразить, что вы берете энергию из космоса, от гор, от ветвей, от природы. Вы можете вообразить еще что-то. Но в конечном итоге вы все равно отдаете свою жизненную силу. И в конечном итоге вы все равно становитесь больными и несчастными. То же самое Рейки. Чтобы не быть голословными, вот не так давно мне звонил воин света. Воин света. И он хвалился, как он круто помог одной мастерше Рейки, которая 20 лет назад получила самые высшие ступени посвящения в Рейки. А пришла к нему такая разваленная, вся больная, как говорится, когда обратилась к нему, вся такая больная, разваленная. И никто к ней не идет лечиться. Ну, мало того, что она сама больная, разваленная. Почему же себя она не может вылечить? Да? Вот вопрос возникает. Ты просто рассказывал, как по каналу как-то прошел и увидел там, откуда ноги-то растут. Да, я такое видел, я много что видел, но все рассказывать в прямом эфире я не собираюсь. Ты уж извини, Ваня, это разговор не для эфира. Это разговор не для эфира. Я много что вижу. Мне много что показывает. Сейчас вот, когда я, как говорится, прошел все посвящения вот по линии Тиртхопада, как говорится, достиг уровня мастера, я вижу, ну, примерно так приблизительно в несколько тысяч раз больше, чем видел когда-то. Но рассказывать я все не могу. да и не нужно это. И бесполезно, самое главное. Да, да, многое что видел. Говорить об этом лучше тет-а-тет и передавать эти знания лучше от учителя к ученику и, как говорится, желательно, чтобы ты не рассказывал тоже особо много об этом. Потому что могут наступить искажения. Даже дело не в том, что ты исказишь. Я тут столкнулся с такой еще интересной вещью, что люди, слушая меня, слышат совершенно иное. даже когда я им пишу что-то, они переворачивают в своей голове так, что это получается совсем другая вещь. Когда мне говорят, ну, ты же вот это сказал. Я говорю, что? Когда? Да я вообще даже так помыслить не мог. А ты вот это написал? Я говорю, давайте разберемся, что я написал. Маленькие нюансики все меняют. Поэтому говорить об этом лучше тет-отет от мастера к ученику. Это понятно. Это эффект искаженного восприятия. Он хорошо уже известен. Каждый воспринимает мир так, каким он его переворачивает. Но факт остается фактом, что чтобы человек не воображал из себя, а как правило, как раз вот занимается лечением. Я не видел ни одного мастера йоги, настоящего мастера йоги, с которыми я познакомился вот за последние четыре года в изобилии познакомился с настоящими мастерами. Они, к счастью, существуют. Вот. И я сейчас стал одним из них сенсорным лечением. Никто из них не занимается советами. И никто не имеет горы учеников. То есть, если человек зарабатывает себе деньги посредством того, что он учитель, надо сказать честно, это неправильный выбор пути. Значит, на этом никогда не заработаешь на жизнь. Ну, если, конечно, твоим учеником не стал какой-нибудь миллиардер или мультимиллиардер. И учеников тоже надо выбирать осторожно, потому что очень много провокаторов, которые под видом учеников приходят просто тебя растерзать. Вот. Понятно. Об этом, если будет эфир по поводу паразитов, я немножко расскажу. Ну да, желающих присосаться огромное количество и растерзать тоже, это известно тоже. Хорошо. Иван, ты получил ответ на свой вопрос? Если да, может быть, тогда, может быть, Андрею слово предоставим, потому что он ждет с самого начала, что-то спросить хотел. Добрый вечер всем. Да, добрый вечер, спрашивай. Меня зовут Андрей. Валерий, у меня вопрос короткий. Есть такое явление маятник. То есть, когда идешь, идешь, например, сорвался, но страховка срабатывает, откатывает назад. Можно, конечно, пытаться зацепиться или откатиться, использовать энергию отброса назад. Как лучше? Что лучше делать? Это выбор каждого. если ты имеешь хорошую зацепку, собственно говоря, вот я скатился в болезнь свою не сразу. Последней каплей это была попытка спасти своего отца. Тогда, когда уже было поздно спасать, конечно. Потому что он находился на самой последней стадии рака, и я попытался его спасти, это была последняя капля, которая привела меня к болезни. До этого, как говорится, сам проходил резонансную диагностику, и, чего греха таить, специально ради эксперимента ходил, к врачам обследовался, я был абсолютно здоров. Вот. Кырдык наступил не сразу. Хотя, то, что привело к этому кырдыку, оно накапливалось годами, извините меня. И мои вот эти вот исцеления людей, и помощь, как говорится, в поиске людей, и так далее, и тому подобное. Вот. И вот, да, я хочу сказать, да, бывают такие вещи, как откаты. Когда пошел откат у меня, если бы у меня была зацепка, то есть, попросту, напросто, надежный тыл, просто, напросто, как говорится, понимающая, любящая жена, которая бы поддержала и дала возможность мне просто вот пережить этот момент, прожить вот этот стресс, я бы не свалился в болезнь. зацепился бы и продолжил бы свой путь без болезни. Вот. Но, когда зацепки нет, сопротивление бессмысленно. Лучше откатиться назад, набраться сил, и с новыми силами рвануться вперед, что мне и пришлось сделать. Вот сейчас я уехал в Сибирь к маме для того, чтобы поправить свое здоровье окончательно. И вот только, когда я поправлю свое здоровье окончательно, я скажу, да, ребята, я готов вас всех взять в ученики, приходите сколько хотите, вот, и я вас буду учить йоги, асанам, пранаямам, мантрам и так далее. Хотя, учитель мне дал все права, как говорится, на передачу знаний вплоть до пятой ступени, вот, а ступеней всего шесть, вот, шестую ступень дает только Ачария. Вот. Тем не менее, я не хочу этим заниматься. Я хочу восстановить свое здоровье сначала. Я знаю твердо, что я его восстановлю. Иначе быть не может. Вот. И тогда, уже, как говорится, набравшись сил, с новыми силами, я пойду вперед и поведу других за собой. А пока я не восстановил свое здоровье, я считаю, что не следует, как говорится, цепляться за что-то там как-то. И вот, как мне все, вот, как говорится, мои друзья, знакомые, ах, ну, давай там создадим школу. Я говорю, ребята, ничего не пойдет. Потому что у меня сейчас на это нет сил. У меня нет сил создавать школу. Да, я имею теперь знания. Да, у меня колоссальный опыт. Я могу вот с вами поговорить в прямом эфире, поделиться этим опытом. Но я не готов взять за вас ответственность и сказать, что да, я ваш учитель, готов вас у всех учить. Нет, пока я не сделаю самого главного, пока я не стану здоровым. И это логично. А здоровым я стану. Это логично. Я думаю, скоро. Валера, это все правильно. Скоро, это другой вопрос. Да, ты все правильно говоришь, потому что как может лечить больной человек другого, как может передавать знания, которые связаны со здоровьем всех направлений, человек, который сам еще не здоров. Поэтому сначала надо, конечно, себя подлечить, поправиться, свою энергетику, восстановить свое здоровье, а потом уже смотреть, кто из учеников готов к тому, чтобы стать твоим учеником. Хорошо. Андрей, ты получил ответ на вопрос? Можем переходить к вопросам от наших радиослушателей? Да, благодарю. Ответ более чем. Хорошо. Ну что ж, переходим к вопросам от наших радиослушателей. Напоминаю, что вопросы мы принимаем в чате Народного славянского радио. Для того, чтобы попасть в чат, не нужно никаких сверхмагических возможностей у себя открывать. Достаточно найти в любом поисковике Народное славянское радио или написать словмир.орг и на сайте найти слово «чат». После этого нажимать на кнопочку на это слово и если еще не зарегистрировано, то регистрируйтесь латинским буквами и логином пароль. Придумывайте так, чтобы потом его не забыть. Это делается один раз. Вы становитесь с полноценным участником чата, можете общаться с друзьями, можете задавать вопросы в эфир. Вот, кстати, один из таких вопросов я сейчас зачитаю. Данил, кто такие Индиго и что это такое, как явление, каковы обязанности и основные задачи Индиго на этой земле? Благодарю за ответы. Кто такие Индиго, я вам скажу. Первый Индиго, который появился на земле, был Шри Аурабинда. Для чего, как говорится, их создали? По просьбе учителей, боги, да, в том числе и славянские боги в этом участвовали, решили сделать такую интервенцию на землю людей со слегка приоткрытой верхней чакрой. Я не скажу, что они особо суперкрутые, но у них у всех слегка приоткрыта верхняя чакра. А это значит, что они являются носителями космического потока сюда, на землю. И через них идет вот это радужно-фиолетовое сияние на землю, освещая, как говорится, все вокруг. Им не обязательно быть учителями йоги, им не обязательно вообще ничего. Им просто вот самая для них важная задача в их жизни это просто жить. Просто жить. И вот само их существование на земле уже большая помощь нам, потому что через них идет божественный свет. Чем они отличаются внешне? ничем. Внутренне. Но вот одна такая девочка пришла в прошлом летом ко мне с другими, как говорится, жаждущими меня увидеть. Все чего-то хотели, каждый что-то спрашивал. Она подошла, обняла меня и сказала, я просто хотел тебя увидеть. Спасибо тебе, говорит, большое за то, что-то есть. И все. Ей больше ничего не надо, она счастлива. Хорошо. Вопросов много, давай не будем растягивать и побыстрее на них отвечать, потому что я боюсь, как бы нам не затянуть эфир. Дальше, следующий вопрос от Данила. Ощущали ли вы, Валерий Александрович, на личном опыте вмешательство типа подселения со стороны иных сущностей? Если это не секрет, то поведайте, во время созданного выхода из тела были ли у вас встречи с сущностями типа стражей, наблюдателей, покровителей, душ, а возможно с иными представителями и на мире? То есть два вопроса здесь в одном. Я хочу сказать, что опять же это не для прямого эфира. Приключений у меня было очень много в этих походах своих, но я встретил одну сущность. Я бы не хотел опять же в прямом эфире, если хотите, как говорится, но опять же я недостаточно вас хорошо знаю, чтобы отвечать на тот вопрос кто это непосредственно, но у меня очень много знакомых в той области бытия, которая касается вне телесных путешествий. И одна очень высокая сущность, которой, собственно говоря, поклоняется одна шестая нашего мира, то есть человечества, одна шестая человечества как минимум, буквально вот с девяти лет покровительствовала мне и покровительствовать до сих пор иногда в сложных ситуациях, когда вот у меня было несчастье, как говорится, катаклизмы, я хотел выступить на весь мир именно вот с тем, что я сейчас рассказал вам, то есть но я хотел это рассказать всему миру, на что он мне сказал, я, говорит, не хочу больше жертв, зачем ты жертвуешь собой, я, говорит, этого не хочу, прекрати это делать, да, то есть он меня предостерег, что, собственно говоря, за этим польется очень нехорошая атака со стороны вот этих доблестных экстрасенсов, ну и со стороны их хозяев, понимаете, вот, а встречался я там с разными сущностями и представиться они могут кем угодно и стражами, и мражами, и кем угодно, кем угодно, главное проверить, а как проверить, это опять же не для эфира, вот, это все, как говорится, из уст в уста, как говорится, передается от учителя к ученику, вот, я не могу все в эфире озвучивать, ни из соображений собственной даже безопасности, поверьте мне, все гораздо сложнее, все несколько гораздо проще, я бы даже сказал, или проще, да, поэтому не будем разрушать иллюзии, в которых люди живут, потому что человеческий мозг привык все усложнять, чем отличается мозг от того, что является высшим я, тем, что высшее я, оно все понимает, поэтому для него все просто, а человеческий мозг ничего не понимает, поэтому для него все сложно, он пытается заместить непонятые им своими додумками, а додумки всегда цепляются одна за другую, получается целая сеть паутина, очень сложный такой клубок в конечном итоге, а высшее я, оно прекрасно знает, то есть ведает, что откуда и чего и куда, поэтому вот и отличие между высшей сущностью, высшим я, тем, кем на самом деле человек является, и тем телесным объектом, которым он подселен, которым он управляет, вот в этом две проблемы, если человек не умеет совместить это, если вот это земное животное побеждает, то в этом случае мир очень сложный, если он живет высшим я, то в этом случае он управляет земным животным и мир для него очень просто и жить намного проще, о чем я говорил, Он воспринимает мир таким, как он есть. Ладно, не будем на этом зациклиться. Давайте дальше. Васильич задал вопрос. У меня интерес, почему Валерия в 1986 году не призвали в армию? В каком? В 1986? В 1986 год. В 1986 год? Очень простой ответ. Я еще тогда не родился. В 1986. Ах, в 1986. Ах, в 1986. Не 68. Почему не призвали в армию? Да. Ну, как сказать попроще. Почему не призвали в армию? В принципе, призвали. Но случилась ситуация, которая меня отвела от этого дела. Понятно. Ситуация, я так понимаю, тоже не для эфира. Конечно, не для эфира. Хорошо. Идем дальше. Наталья, вопрос в эфир. Валерий Александрович, здравствуйте. В кратком описании к сегодняшнему эфиру сказано, что 8 лет вы ослепли, зрение себе восстановили самостоятельно. Не уточняется, на сколько процентов вы ослепли, на сколько процентов вы восстановили зрение впоследствии? И за какой период времени? Если информация не закрыта, я буду благодарна, коли поделись практики восстановления зрения. Да, да, я даже прекрасно знаю утечку этой информации. Не будем пальцем показывать, кто это такой. Да, да, я знаю источник утечки информации. Не будем пальцем показывать, как говорится. Да, дело было так. Зрение я потерял. Это как раз вот после того, как я активно начал выходы из тела свои совершать и активно попортил свое здоровье. У меня была двусторонняя пневмония. Меня начали колоть антибиотиками. Шесть раз в день, выше разовые дозы, как говорится, пенициллина. Я ослеп. После чего, как говорится, я на ощупь, так как я помнил каждый, как говорится, сосенку в своем лесу, как говорится, сбежал из этой больницы. Просто вот так вот взял, среди зимы, практически раздетый. Ну, как зима? Не зима уже была, а апрель месяц. Но у нас это еще зима. У нас это еще зима. Это еще снег лежит вовсю. Это еще холодно. Это мороз минус 15 градусов. Я сбежал из этой больницы, потому что я, ну, откровенно чувствовал, что я отдам концы. Вот. А восстановил зрение. Я его не восстанавливал, она сама восстановилась. Просто начались каникулы. И в эти каникулы первый раз за, это самое, в первый раз начали впервые показывать мультфильм про Капинана Врунгеля. Мне так сильно захотелось увидеть. Вот такая музычка задорная, прикольная. Мне так захотелось увидеть, как говорится, вот этот мультфильм. Я сосредоточил всю свою волю, как говорится, на том, чтобы его увидеть хоть как-то. И зрение прояснилось. В общем, мультик тебя прозрел, понятно. Да, мультик меня прозрел. Вот и все. Ничего я не делал. Целебный мультик. Что бы произошло? Вот сейчас ты сказал, сейчас все кинутся покупать кассеты с этим мультиком диски. И скачутся из интернета, как целебный мультик. Сразу все будут прозревать, там, лечиться и так далее. Ну, понятно. Так, дальше. Данила, за этот вопрос. Вопрос в эфир. Были ли вы, Валерий Александрович, на путешествии по местности горы Кайлас? Если да, то какие духовные переживания, крытия вас схватили в этих странствиях? Конечно же, это, если не сугубо личное. Нет, это не сугубо личное. Я не был на горе Кайлас. К сожалению, вся моя жизнь складывалась из того, что я кому-то вечно помогал. А поэтому, собственно говоря, у меня поначалу не было времени, а потом не стало средств. Просто съездить туда даже элементарно не на что. А поэтому я не был на горе Кайлас. Зато вот тот человек, который меня познакомил с моим гуру, он обошел гору Кайлас более 15 раз. И в его духовном имени присутствует такая, это самое, Кайлас Агири, одолевший гору Кайлас. Если хотите, можете с ним поговорить на эту тему. Понятно. Так, следующий вопрос от Грифа. Прочитая биографию Валерия, подумаю, что, владев таким уровнем оперирования энергиями и телом, он, Валерий, вероятно, смог прикоснуться к границе возможностей данной восточной системы совершенствования. Не секрет, что на Земле живут не разные расы людей, а разные виды, именно разные. Различие не только в физическом строении телес, но и в строении энергетическом, энергоновом. Из чего следует, что у каждого вида есть свой поток, свой потолок, выше которого не прыгнуть. Взять хотя бы всем известный знак соединения ини-ян у китайцев. Хотелось бы услышать некоторые комментарии по данному вопросу. На эту тему много иллюзий существует и много, как говорится, различных мнений. Но я хочу сказать, что нет ни у одной расы человеческой никаких ограничений. Нет потолка. Все это выдумки. Любая раса, будь то раса, как говорится, тех самых рептилоидов, как их называют, будь то раса, это самое, человека разумного, будь то раса тех же хоббитов, все они могли достичь, не все выжили. Насчет рептилоидов вообще для меня, как говорится, еще вопрос, как говорится, непонятный. Потому что, опять же, люди придумали, что вот они рептилоиды. Они так себя не считают. Кем они считают себя, я не знаю. Потому что на контакт они со мной не идут. Я видел людей, которые контактировали с более высокоразвитой цивилизацией, чем наша. Они живут у нас здесь на Земле. На момент 1982 года их было 6 миллионов на Земле, по их утверждениям. Человек, с которым я разговаривал, этот контактер, у него нет оснований, не было оснований мне врать. Они его сделали счастливым, собственно говоря. Он из обычного, как говорится, российского студента армянского происхождения стал довольно-таки зажиточным ученым. И внедряет их технологии у нас потихонечку. И внедряет. Называть я его, конечно, соответственно, не буду. Это само собой разумеется. Сам я многие вещи видел, которые... Да, да. И признаки технического прогресса более высокого уровня, чем наш. Намного более высокого уровня. И степени воздействия на психику, вот их технологии, наблюдал. Я пытался просто, вот, элементарно. Дети смотрят вверх, видят. Взрослые, они бы, может быть, тоже увидели. Но я пытался людей уговорить посмотреть в небо. Подходил к людям. Они смотрели на меня, как, ну, сумасшедчивые. И говорили одной фразой. Причем все. Мужчины, женщины, учителя, родители. Надо сказать, что я пришел за сыном и племянником в школу. Забрать со школы их. Там родители были, которые пришли за детьми. Учителя были на улице. Разговаривали между собой. Я говорю, посмотрите, что делается в небе. Посмотрите, а там синхронно танцевали вальс два металлических, как говорится, шара размером, ну, примерно, в диаметре в 10 раз больше, чем наш авиалайнер. Фраза была такая. Небо как небо, что в него смотреть? Что мы там не видели? Все говорили вот эту фразу. И ни один не смог поднять глаза. Несмотря на мои уговоры. Просто смотрели на меня, как на дурачка. Но сами были вот как зомби. Вот это уровень их технологий. Но это не говорит о том, что они выше нас духовных. И что потолок в духовном развитии у них выше, чем у нас. Нет. Сегодня ты родился среди людей, завтра ты можешь совершенно спокойно родиться среди них. Как один, ах, он настолько ненавидит, как говорится, вот этих так называемых всеми пропагандируемых уфологами, всеми уфологами пропагандируемых рептилоидов. Я никогда не рожусь рептилоидом. Я говорю, а кто тебе это гарантирует? Ты сам так придумал? Нет, мы разные. Мы в духовном отношении разные. С какого перепугу? Ты завтра можешь воплотиться тараканом. Точно так же. Предлагаю сейчас на музыкальную паузу перейти, а дальше продолжим отвечать на вопросы наших радиослушателей. В эфире Народная Славянская Радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напомню, по одному из современных календарей 23 декабря 2015 года среда, по одному из старинных 12 день месяца белого сияния и покоя мира, 7524 лета, понедельник. Путь мастера, таковая тема сегодняшнего эфира. Главный соведущий Чукалов Валерий Александрович. Мы отвечаем на вопросы наших радиослушателей, которые я сейчас буду зачитывать из нашего чата. Но прежде чем вопросы считать, напомню, что у нас ожидается интересный эфир. В частности, завтра колядочные посиделки. Приходите сами других зовите. Ожидаемый соведущий Всеслав Глоба, Сурияра, Андрей Ивашко. И, возможно, кто-то еще подключится из известных вам людей. Это завтра ожидается. А еще один хочу анонсик анонсировать. 4 января 2016 года будет 40 дней, как с нами не стало, Светланы Васильевны Жарниковой. И мы решили на радио посвятить полностью этот день. Ее памяти будут включаться в эфир в отрезки отрывки из ее выступлений. А также специально подготовлен скайп-автоответчик с очень простым адресом, на который каждый может из своего скайпа позвонить и сказать добрые слова в память об этой великой женщине. И эти слова будут включены также 4 января 2016 года в эфир. Естественно, что не затягивайте с этим, потому что, как всегда, так случается, что ближе к моменту выхода эфира очень много желающих просыпается. Все хотят что-то сказать. Но автоответчик, он не резиновый, он по очереди всех подключает, поэтому может образоваться очередь. Так что вы можете прямо сегодня или завтра позвонить на этот скайп и что-либо от себя доброе сказать. Скайп написан в анонсе. Пожалуйста, включайте на нашем сайте кнопочку «Подробнее с этим анонсом», и там написано, как попасть на этот скайп. Ну вот, после этих всех объявлений, теперь мы переходим уже к ответам на вопрос от наших радиослушателей. Вопрос от Валентины. Не искривляются ли истинные знания от учителя к ученику или от учителя к учителю? Не потому ли так много лжеучителей развелось? Как распознать лже от настоящего учителя? Когда знания, передаваемые от учителя к ученику, они не могут быть искажены по одной простой причине. За этим следит вся цепочка учителей. Это огромная масса просветленных душ и, как говорится, по воле Всевышнего, они за всем следят. А все искажения происходят от тех, кто присваивает незаконно себе звание учителя. И именно таких учителей развелось очень много. Крайне много. Искажения идут не от тех учителей, которые в традиции. Традиции разнятся. И в каждой традиции немножко по-разному передаются знания. Но суть одна и та же. В любой традиции, что у вишнуитов, что у шиваитов, отличаются только внешние формы. И, как правило, в основном спорят о учении не те, кто посвящен. Не те, кто, как говорится, мастера. Мастера не спорят об учении. Они во всем согласны друг с другом. Как это ни странно. Хотя разные традиции. Спорят в основном те, кто недалеко продвинулись. Или вообще не продвинулись. Тут по причине бурной деятельности одной из моих поклонниц. Ко мне многие, как говорится, в контакте добавляются, в скайпе. И начинают, как говорится, выпячивать свои вот эти вот якобы знания, свою якобы посвященность. А когда начинаешь выяснять, а в какой традиции ты находишься, выясняется, что он ученик того-то. А тот ученик того-то. А тот ученик того-то. А тот самоучка. Вот откуда идут искажения. Понятно. А тот нахватался с миру по нитке. А тот в интернете начитался. А кто-то вообще прочел книжку без начала, без конца. Валерий, но тем самым ты тогда исключаешь то, что называется божественное провидение. Когда просто-напросто... Я не исключаю божественное провидение. А как тогда быть? Если человек вдруг, его высшие силы наделили даром учительства, возложили на него учительскую миссию. И дали ему все необходимые знания, он не читал книжек, он не лазил в интернете, а просто так, проснулся. Да, проснулся и получил дар. И, как правило, ведет людей к погибели. Таких я навиделся сколько угодно. Великое-великое множество. Именно вот таких. Которые получили свыше великий дар. Проснулись и стали всезнающими. Я тебе говорю, ты исключаешь тогда в этом случае. Я не исключаю, что это возможно. Но я таких не видел. К сожалению, факт в том, что вот натыкаясь на таких учителей, я видел, как они угробляют людей. Причем самое печальное, самое печальное, что именно таким, именно таким, которые утверждают, что вот они по божественному провидению стали просветленными, пробужденными и так далее и тому подобное. Как правило, люди очень сильно верят. Большинство людей. Ну это да, это известно. И как все-таки, здесь суть-то вопроса, как распознать лжеучителя от настоящего учителя? Что, посмотреть? Дайте мне, пожалуйста, списочек. Знаете, вот один христианский священник, как говорится, на этот вопрос тоже ответил очень хорошо. Вы, говорит, понаблюдайте над тем, как он сам закон Божий блюдет. Если, как говорится, он учит, 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 учит вас, учит и учит, а сам его не соблюдает, делайте соответствующий вывод. Если учитель нарушает ахимпсу, не причинение вреда. Ну, все. Понятно, понятно. Понятно. Хорошо. Может быть, ты просто не встречал таких, про которых говорил я, из-за того, что у тебя была миссия разоблачать лжеучителей. Может быть, с этой точки зрения ты не встречался с теми? Да никакой у меня такой миссии не было. А вдруг? Кто на меня такую миссию возлагал? А вдруг? Я не помню, чтобы кто-то на меня возлагал такую миссию. Ну, судя по твоему, как ты рассказывал, ты все время натыкался на каких-то лжеучителей, каких-то вот этих вот самоучек, каких-то там экстрасенсов, которые не в зуб ногой, только как сами себя портят, других не умели ничего. К сожалению, к сожалению. Да, но это ведь, это говорит о том... К сожалению. Вот, это как раз говорит о том, что вектор-то был проложен именно вот по этим дебрям. Нет, вектор тут ни при чем. Но, к сожалению, как говорится, просто-напросто я, как и все обычные люди, шел тем же путем, как идут обычные люди. Как все остальные. А их превалирующее, превалирующее большинство. Вот. Я не буду врать, не могу сказать точно, я статистики точно не подводил, но по моим ощущениям это 99,9% учителей именно такие. Вполне возможно, вполне, не исключаем. Хорошо, давай дальше смотреть. Валерий Павел за этот вопрос. Валерий Александрович, возможно ли дистанционное воздействие, лечение, или это все обман? Боже мой. Еще как возможно. И никакие препятствия невозможны. Потому что, допустим, вот от проникновения ментальной энергии есть только одна защита, ментальная энергия. От проникновения вот этой вот праны есть только одна защита. Это плотная праническая оболочка, то есть ваше здоровье. Если вы здоровы, то вас пробить нельзя с помощью праны. Ну, если только с помощью сильной концентрации праны. А как некоторые заблуждаются, что там какие-то металлические штучки, какие-то приборчики могут защитить. Все это заблуждение. Даже, ну, к сожалению, даже очень высокого уровня мастера иногда заблуждаются по поводу вот этих талисманов. Потому что считают, что там талисман как-то может защитить. Проверено, что талисмана защищают лишь в той мере, в какой мере, как говорится, сильно ваше биополе. Оно просто структурирует его и направляет на защиту этот талисман. А так энергии проникают на любую дистанцию. На любую дистанцию. Ментальная энергия распространяется со скоростью мысли на любую дистанцию. Скорость мысли очень велика. Хотя есть скорость с более быстрой энергией, чем скорость мысли. Вот энергия индра, например, она более быстрая, чем энергия мысли. Ты еще подумать не успеешь, только формируешь мысль. Он может уже ответить. А если еще учитывать, что некоторые мысли не формируются у нас в голове, они к нам приходят? Ну, если это учитывать, то я скажу так, что... Опять же, не буду врать, не подсчитывал статистику, но у превалирующего большинства людей вообще собственных мыслей нет. Все мысли, которые у них существуют в голове, они приходят извне. И пихаются... Ну, к сожалению, очень редко пихаются предками. И они самые правильные, самые полезные. Вот те мысли, которые пихаются предками. Поэтому возлюбите отца своего и мать свою. И прежде всего поклоняйтесь предкам. Даже прежде чем богам, поклоняйтесь своим предкам, потому что они не подведут. Они всегда заботятся о вас. А кто не любит своих предков, кто оторван от своих корней, кто оторван, как вы говорите, от прави, от своего рода, тем бесы правят. Понятно. Следующий вопрос в эфире Михаил задает. Валерий Александрович, можете дать совет по поводу избавления или удаления, или лечения так называемых жировяков на теле, руки, ноги, голова? Операцию делать нет желания, что свое, то мое. Но и не мешают они в целом. Хотя порой беспокоят немного. Можете? Или примочки какие-то, или что-то еще? Спасибо. Вообще, самый быстрый способ избавления от жировяков, это, конечно, хирургическая операция. Был у меня такой случай, когда я еще работал, как говорится, в институте того самого гуру, где резонансной диагностикой занимался. Приходил один мужчина, бизнесмен, довольно умный. Но он панически боялся хирургов. И у него жировяки постоянно воспаляли. И он каждую неделю выносил 200 долларов одному из целителей, якобы целителей, сами понимаете, экстрасенсу этого института, который напевал ему всякие дурацкие вещи, типа, вот ты здесь нарушил, вот ты вот этот закон нарушил, ты вот и этот закон природы нарушил, а сегодня ты вот и этот закон природы нарушил. Пришел, я сделал общую диагностику, ну да, немножко метаболизм у него нарушен, жировая дистрофия в присутствии, холестерин повышен, что можно скорректировать диеты. А как же быть, говорит, с жировиками? Я говорю, слушай, говорю, сходить к хирургу, я боюсь. Я говорю, хорошо, боишься хирурга, сходи вон через дорогу в медтехнику, купи скальпель, спирт, вату и пластырь. Вот, я тебе сейчас вот за три минуты выскребу этот жировик, причем закрыв глаза. И ты, говорю, ничего не почувствуешь. И все на этом, говорю, закончится. Что так просто? Да, так просто. Да, так просто, не надо бояться. Вот, другое дело, что некие нарушения, которые приводят к жировикам, ты не удалишь вместе с жировиками. Вот. А это, как правило, закисление организма, вот, закисление организма неплохо удаляется с помощью пяти осоды. Вот. Ну, срок каждому свой нужен. Ну, у некоторых они просто, если они не очень еще большие, эти жировики, просто исчезают и все. А самое главное, что они больше не появляются. Понятно. В общем, необходимо, мне кажется, проще поступать в этой жизни. Хочешь, если избавиться, иди к хирургу. Если хочешь, как каким-то другим способом, то начинай исцелять свое тело. А если ты хочешь, чтобы не появлялась, то в этом случае не допускай загрязнения своего тела. Это еще проще. Причем на всех уровнях. Хорошо, следующий вопрос. Как восстановить прану? Здесь очень много говорилось о том, что тот, кто лечил руками или лечит руками, он эту прану убивает, тратит, расходует. Теперь как ее восстановить? Как говорится, я сам став мастером и буквально мой учитель остановил мое разрушение. И, собственно говоря, я живу без таблеток, то есть не пользуюсь медицинскими услугами. Я с помощью йоги восстанавливаю. Но самый простейший способ восстановления праны. Гуляйте на свежем воздухе. Побольше дышите свежим воздухом. Кушайте живую пищу. Соки, фрукты. То есть, то, что любят сыроеды. Я не призываю всех стать сыроедами. Но вся сыроедческая пища восстанавливает прану. Да, у сыроедов тоже бывают проблемы. Я знаком со многими сыроедами. Хотя не у всех сыроедов бывают проблемы. Ну, может быть, они, как говорится, не совсем сыроеды. Кто их знает. Но сыроедческая пища вся восстанавливает прану. Физические упражнения. Плавание. Все это восстанавливает прану. Размеренный образ жизни. И, как писал уже называемый мной здесь учитель йоги американский Рамачарака. Учитесь не тратить прану. Не расходовать ее на пустые дела. Самое большое количество праны тратится даже не на лечение. На конфликты. На конфликты, на ссоры. Особенно, когда идут не такие вот бытовые ссоры, когда вспылил, разгневался и через какое-то время забыл. А когда длительная злоба, когда длительный конфликт, когда длительная тяжба идет. Вот тогда высасывается вся прана. Не занимайтесь этим. Будьте добрее. Доброта спасет мир. Насчет красоты не знаю. Все говорят, красота спасет мир. Не знаю, может быть, может быть. Но доброта точно спасет. Если правильная красота, то он нас спасет. Если та, которая на обложках, глянцевых журналах, то вряд ли. Давай дальше. Артим, всем здравия. Вопрос уважаемого соведущего. Знает ли он о спасе? Как относится к силе спаса? О которой рассказывают Черников, Данилов и так далее. Благодарю. Я не могу похвастать тем, что я очень хорошо это знаю. Видел я людей, которые занимаются этим. Я думаю, что вещь хорошая. Но это мое мнение. Я не могу говорить стопроцентно. Как говорится, я не изучил этот вопрос досконально. Но мне кажется, мне кажется вот так, что это дело хорошее. Хорошо. Следующий вопрос в эфир. Есть подозрение от Кати вопрос. Есть подозрение, что в свое время я попала к лжецелителю. Результат сначала был положительным, а через некоторое время, несколько месяцев почувствовала себя хуже. Как долго может тянуться выход из-под влияния данного целителя? И что мне сделать на практике, чтобы избавиться от последствий этого вмешательства? Благодарю. Ну вот самое простое, как говорится, если вы родноверка, обратитесь к богу роду и попросите вас избавить и очистить от этого безобразного колдуна. Бог род, он знает, что делает. Хороший такой вариант. А еще можно к Семарглу, да и вообще много родных богов, которые помогают. Да, да. Перун очищает очень здорово. Так что да, было бы желание. Вы, главное, задайте правильно вопрос к тем, кто ваша родня. Вот родня всегда помогает. Не просто так тыркайтесь, эй, кто-нибудь помогите, а именно к родне адресуйте. Родня поможет, никогда не оставит в виде. Дальше, следующий вопрос. В эфир Михаил задает, какими целебными травмами Валерий лечил людей, от каких заболеваний? Благодарю. Ну, сейчас я травами не занимаюсь. Раньше когда-то я занимался травами. Особенно в 90-м, 91-м году. Специально на самолете за травами на Алтай летал. Сюда вот летал, сразу к себе, на родину. За травами. К сожалению, я давно уже не практикую травы, поэтому, как говорится, конкретных рекомендаций давать не могу. Когда занимался этим, я помнил, много что помнил. Травам я учился, как говорится, по большей части по книгам. Основная моя книга была профессора Крылова, который по приказу Сталина изучил с научной точки зрения все травы Средней Азии, Сибири и России, европейской части России. По этой книге я и лечил людей. Как правило, там были даны и научные изыскания, которые сделал Крылов. И то, как применяли их в народе. Вот таким вот образом. Но сейчас я не практикую лечение травами, поэтому, как говорится, лучше, наверное, если вы будете использовать какой-нибудь травник или пойдете к фитотерапевту. У меня есть один фитотерапевт, который достаточно приличный у всех на слуху. Это барнаульский врач-онколог Карипанов. Он очень хорошо травы знает. Если хотите, можете к нему обращаться с этим вопросом. Легативу легко набирайте. Как говорится, Карипанов, травник в интернете. Хорошо. Так, и вот еще вопрос был от Дениса. Как-то ты сказал, что вот есть такая сущность великая, которой подчиняется одна шестая часть населения Земли. И вот Денис уточняет, а чтобы быть недвусмысленным, чтобы уйти до двусмысленности, к какому это, к какой-то сущности поклоняется одна шестая часть населения Земли с точки зрения Валерия. Что за сущность такая? Я уже ответил на этот вопрос, что я не буду говорить это в прямом эфире, что это за сущность. Но одна шестая Земли поклоняется ему. Понятно. Ну что ж, не для эфира. Ну что ж, нет, значит нет. Хорошо, все вопросы из чата я зачитал. У нас есть заключение, возможность что-либо нашим радиослушателям пожелать. И, наверное, я сделаю так. Я сначала дам возможность Андрею, поскольку он самый последний включался к эфиру, что-либо сказать в заключении эфира, какую-то, может быть, мысль от себя и, может быть, что-то доброе сказать потом Ивану, а потом тебе. Андрей, пожалуйста, если еще с нами, то включайся и что-то от себя скажи. Так, Андрей, похоже, не отвечает. Хорошо, Иван. Так, ну, данный эфир был запланирован изначально как ознакомительный на общие разные темы. Если радио слушателям будет интересно, то можно поподробнее будет раскрыть темы, я даже сейчас перечислю, реинкарнация, влияние паразитов на человека, влияние экстрасенсов на геополитические процессы, параллельные миры и иные цивилизации, которые на нашей планете существуют. Так что, если кому-то будет интересно, можно Валерия Александрович попросить, он расскажет то, что видит и то, что знает. Хорошо, но я от себя не расскажу. Понятно, что некоторые вещи нельзя будет говорить, но все-таки, Иван, в заключении, кроме того, что ты сделал анонс тех эфиров, которые возможны, от себя что-то еще скажи? От себя то, что ну, не делать и тех ошибок, которые делает большинство. Я как бы сам в свое время начал ну, касаться этих тем еще лет 10 назад, да, по вот связанной экстрасенсорике пробовать какие-то упражнения, техники, и у меня возник вопрос, кому пойти обучаться и учиться, да, и на тот момент была школа ДЕИР очень так популяризирована, но она очень интересна, то, что филиалы почти в каждом крупном городе России, явно, что, скорее всего, она сделана для поиска людей и направления их на определенные русли. И в тот момент я обратился к рунам, да, к рунам, славянским рунам, и задал вопросы через них, у меня знакомый на тот момент их изучал, гадал через руны, и мне руны четко ответили, что не спеши, не торопись, и придет время, найдется учитель, и вот спустя года 2-3 меня свели с Валерием Александровичем, я, собственно, нисколько не жалею, так что не спешите, 10 раз подумайте, нужно ли оно вам, прибавит ли оно вам счастье, как таковое, эти знания, эти способности и возможности. Наверное, проще жить и не тужить, жить по праве, по совести, с ладу с природой. Хорошо, благодарю. Андрей подключился к нам, нет? Ну, тогда зачитаю то, что написал Андрей. Делайте свои ошибки. Вот так вот, просто и коротко. Хорошо. Валерий, пожалуйста, теперь заключение от себя что-то нашим радиослушателям. Что я могу пожелать? Люди, ну, зачем заниматься какими-то исканиями? Как сказал мой учитель Ачария, мы родились на этой земле для того, чтобы жить и для того, чтобы наслаждаться этой жизнью и для того, чтобы помогать. Обрыв связи. Так, ну вот, произошла у нас неполадка со связью. Теперь уже и от Валерия. В общем, понятно, надо жить, чтобы наслаждаться жизнью, а помогать кому? Помогать, наверное, себе для того, чтобы понять свой путь в этой жизни. Может быть, так не буду додумывать. К сожалению, связь прервалась. Я от себя хочу вот что сказать. Эфиры у нас проводятся для того, чтобы вы, каждый из слушателей, могли из эфира что-либо взять полезное, проверить это в жизни, но не для того, чтобы вы следовали как какой-то инструкции тому, что сказано в нашем эфире. Потому что у каждого из вас точно такая же уникальная жизнь, как и вы сами уникальны в этой жизни. И нет ни одной точной инструкции, написанной, для того, чтобы человек взял ее и следовал по ней, по этой инструкции всю жизнь. Инструкция, единственная, да, для каждого человека, это совесть, это здравомыслие и это те генетические особенности, которые были даны свыше для воплощения здесь на земле, для того, чтобы человек смог пройти тот путь, который ему намечен, получить те знания, которые он должен получить и с этими знаниями вернуться туда, откуда он пришел. То есть выйти из рода в земной род и вернуться из земного рода в свой род. Вот если вы это понимаете, тогда вы сам себе и учитель, тогда и жизнь для вас интересная, развивающая игра, и тогда вы придете к финальной точке развития, которая необходима вам здесь, на этой земле. Все остальное это дополнение, частности и не более того. На 7 я с вами хочу попрощаться. Напомню, что сегодня 23 декабря 2015 года среда, 12-й день месяца белого сияния и покоя мира 7524 лета, понедельник. Тема сегодняшнего нашего эфира звучала так «Путь мастера». Чукалов Валерий Александрович, главный соведущий, помогали нам раскрывать тему Иван и Андрей. Желаю вам всего самого-самого доброго. До новых встреч. Услышимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Для пытливых умов.